Род колонхоя или бриофилин включает в себя около 200 видов растений Мадагаскара и Африки. Эти растения обладают ценными для человека лекарственными свойствами, которые изучаются ученые. В настоящее время наиболее эффективными в использовании признаны колонхоя пината, колонхоя дегремона, колонхоя лативиренс. В интернете часто можно встретить ошибочное определение видовой принадлежности колонхоя. Поэтому прежде чем поделиться опытом использования этих растений, я хочу начать с их идентификации. Колонхоя пината. Никогда не имеет деток по периметру листа. В верхней части растения листья сложные, перистые, у основания простые. У взрослого растения при прикосновении или сотрясении листья легко опадают. Лист зеленый, светлый, на нижней поверхности никогда не имеет темного рисунка. Как у колонхоя дегремона, так и колонхоя лативиренс листья по периметру с детками. Листья всегда простые, с одной листовой пластиной. Они темно-зеленого цвета и могут быть с рисунком. При сотрясении или прикосновении листья не опадают. Колонхоя дегремона имеет лист вытянутый заостренный к вершине. Нижняя поверхность листа с бордово-коричневым линейным рисунком. Колонхоя лативиренс имеет лист к вершине заостренный, но не вытянутый. И нижняя поверхность львов без коричневого линейного рисунка, чисто зеленая. Два слова об особенностях содержания этих растений. Колонхоя нуждается в свете и в тепле. Колонхоя дегремона и лативиренс более устойчивы к неблагоприятным условиям. Колонхоя пената в зимнее время при недостатке освещения и тепла может покрываться темными пятнами. Которые с улучшением условий с наступлением весны полностью отсутствуют на молодых листьях. Так что с появлением этих заболеваний не следует спешить уничтожать растения. А только удалять очень уж сильно зараженные листья. И описание способов размножения их я приведу для квартирного содержания. Колонхоя пената дает деток по периметру листа только при контакте его с водой или почвой. Поэтому при прикосновении к зрелому листу он стремится отпасть. Также легко укореняются, дают обильную корневую систему и участки стебля, поставленные в воду. Кроме того колонхоя пената способен давать и корневую поросль, которую легко отсадить. Но можно и оставлять в горшке с материнским растением и таким образом вы получите видимость зарослей. Как колонхоиды гримона, так и колонхоя лативеренс имеют по краю листа зародышевые почки. Из которых образуются маленькие растеница уже с листьями и корнями. Они осыпаются и укореняются самостоятельно. Поэтому на польском языке колонхоиды гримона называется живородка. Англоязычные народы оба эти вида называют mother of thousands или мать тысяч. Отрезок стебля помещенной в воду развивает очень быстро хорошую корневую систему. Колонхои могут цвести в квартирных условиях. Колонхои лативеренс я не видела цветущим. Остальные два вида довольно обычно цветущие. И цветение продолжается несколько месяцев. Часто при окончании цветения материнское растение погибает. Если взрослое растение находится в горшке 3-4 литрового объема в народной почве, то чаще всего в конце осени на вершине растения вытягивается слабо облиственная стебель. В итоге увенчаны крупными гроздьями колокольчатых цветков. У колокольчатых гремона они сиреневые. В более мелких горшках растения имеют и мелкие размеры. Тем не менее их зародышевые почки на листе развиваются успешно, хотя цветения не бывает.